Того, что, значит, ты говорил. Наш день, как строится наш день. Подъем. Значит, бывает у меня там, когда мне куда-то надо, бывает, пораньше встаю. Там какую-то часть, значит, управляюсь, например, подоил кого-то. Ну, мы в деревне живем. Значит, и прихожу, значит, встает семья. Обязательно, ну, там, утренние процедуры, понятно, все это умылись, приготовились. Дальше идет утренняя молитва совместная. Вот здесь очень важный фактор, значит, когда, например, ну, говорят, о, а как вот детей учить так, чтобы они в храме стояли, например. Ну, потому что вот приходят, они балуются, там все. Когда ребенок балуется в храме, ну, там вообще не стоит никак. Это первый признак того, что дома вообще они не молятся с родителями. Совместная молитва с родителями – это очень-очень главный и важный момент, который, ну, просто мало кто понимает. Здесь нету в этом ничего такого сверхъестественного, какого-то сакрального. Это там не секретно миллион. Вот, ну, может быть, я говорю, мало кто знает. Вот я делюсь, делюсь просто вот таким моментом. Все, надо вместе молиться. Утром, вечером, вот, дальше помолились. Значит, там приготовления к завтраку какие-то. Вот, бывает, даже в это время мы еще успеваем почитать Евангелие на этот день. Сейчас доступные средства на телефоне. У меня прям закладка уже есть. Есть сайт «Евангелие на этот день». «Евангелие с толкованием блаженного Феофила». Пускай пацаны еще маленькие, что-то поняли, что-то не поняли, но вот они что-то уже запомнили из Библии. Пускай толкование, может быть, для них как-то сложно. Ну, я пытаюсь своими словами там донести. Вот, мы ждем. Жена там приготовила все. Опять ставим вместе молиться. Я просто говорю, это, как сказать, не то, чтобы я где-то это увидел, это так было у нас в семье. То есть, по-другому и у меня быть не может. В родителе это было так. Мы так жили. Вот, соответственно, я это несу дальше. И когда у меня там приезжали гости, они так сильно удивились. Я понял, я-то живу, я думаю, что как бы все так. Я думаю, что, оказывается, вообще не все так. Они так сильно удивились, говорят, ого, какой у вас патриархальный уклад. Ну, как бы я так и живу. Вот, я, есть мое место, на которое как бы никто даже не дерзает садиться. Там дети на лавках, все знают все свои места, там, где жена сидит и так далее. Вот, все, завтрак. А потом, как ты говоришь, распоряжение. Ну, может быть, уже в конце завтрака, ну, какие-то отдельные моменты. Да, я говорю, как бы подгоняю. Там, ну, ученики в школу, значит, уходят, например. А если это в летний период, как в армии, после завтрака, построение на плацу и разнарядка. Так, эти идут сюда работать, эти вот сюда. Там, сегодня нам нужно сделать вот это. Я также озвучиваю примерный план на день. Ну, примерно там. Кто будет помогать, кто что. Вот, может, у нас какие-то совместные дела с супругой. Может, мы куда-то едем. Вот, и все, дальше, дальше работа идет. Управляться, значит, со скотиной. Скотинку управили в первую очередь, покормили их всех, все сделали. Все, дальше какая-то работа по дому. Вот, и все, значит. И четыре сына, соответственно, согласно возрасту, у каждого свои обязанности. Самому младшему полтора года, ну, там уже чуть побольше. Значит, третий по старшинству, он у нас сейчас за няньку, он с младшим. То есть, вот это его обязанность. Все, они идут там, я их в комнату, младшого отношу, значит, вот он как за няньку. Все. Там второй по старшинству у меня там, ну, сейчас школа, понятно, а так вообще там раз, там, коспо. Вот. И когда ты ребенку это вкладываешь, то есть вопросов даже не возникает, а почему, то есть, а почему мне так надо делать, или это не становится какой-то дикостью. Это нормально, абсолютно нормально. Распорядок дня, ребенок работает. Еще раз говорю, что не кирпичи какие-то таскает или там цемент месит. Нет, конечно, нет. Вот, согласно возрасту, там, даже самое пустяшное дело, вот, ну, мы все делаем вместе, там, например, мы там копаем картошку, там, или еще что-то, ну, пацаны там, я говорю, там, что-то там делают, но самое главное, что они со мной рядом, потому что какая их производительность. Вот, я же на это тоже делаю скидку, ну, я так подгоняю, там, например, вот, и общаемся с ними, все, они смотрят, они радостные. Делаешь вид строгого отца. Да, 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 да. Вот, и, как бы, понимаешь, вот она, вот она происходит, то есть не надо ничего придумывать, не надо там сидеть какие-то, там, трактаты читать им, там, о воспитании или еще что-то. Оно все само получается. Слушай, вот тоже такую интересную очень модель ты сейчас донес через свой рассказ. Мне она очень близка, она близка теме соборности, она близка теме большой семьи. Когда в семье не один ребенок, а когда их несколько, много, сейчас, скажем так, два, три и больше, то для мужчин, будущих мальчиков, это невероятно важно. Они учатся базовым навыкам, за которые современные 30-летние лбы на тренингах отдают деньги, чтобы научиться элементарным навыкам управления, руководства, общения, не знаю, убеждения, приобретения навыков профессиональных, мастерских. А если это все происходит внутри большой семьи, которая, помимо прочего, еще и живет в естественных условиях на земле своим трудом, своим домом, своей скотиной и своей небольшой латифундией на 30-40 гектар, тогда не надо будет в 30 лет вдруг понимать, слушай, я не могу два к двум приложить и не могу свою жизнь организовать. С детства уже все научены и фактически к юношеству, там, 15-16-летнему возрасту, это реально взрослый, сформированный, опытный и лидер, и руководитель, и глава семьи, который уже может ее создавать. Частенько возникают вопросы, кстати говоря, а вот церковь, дескать, венчается 15 лет, ну что это за сопли, в 15 лет уже поженились там и венчались, и вот они живут. Но если посмотреть с той стороны, с которой ты сказал, если строить жизнь изначально на основе Слова Божьего, соизмерять все аспекты семейной жизни, будущей и уже действующей воспитания детей с Богом, то понятно, что к 15-й годам уже зрелая личность, там нет ведь никаких проблем инфантильности, там все все знают, все все понимают, цель есть, они идут. Вот который день, который раз мы за сегодняшний эфир с тобой убеждаемся, что когда с Богом, ну как бы нет проблем. Ну вот понятно, в своей сфере они есть, безусловно, а вот таких вот их намного меньше. Все-таки как здорово жить с Богом, да, Алексей? Да, потому что порядок уже установлен, вот, и просто этот мир, естественно, в мире царствует дьявол, который хочет все разрушить, навредить Божьему созданию, то есть идет война. Война между добром и злом, а поле войны – это сердца людей. Ты договорил мысль, Алексей? Ты договорил мысль, Алексей? Да, 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 да. У меня, потому что у нас время с тобой постепенно подходит уже к концу, буквально 10 минут осталось, я бы все-таки, наверное, спросил вот какой момент. Мы, слава Богу, сегодня довольно, я считаю, неплохо погрузились в тему, вот эта главная мысль, да, если все с Богом, то все на своем месте, то все происходит так, как и должно происходить. Мы рассмотрели этапы и до семьи, и внутри семьи, вот я очень рад, дай Бог, всех благ, и все-таки, может, Господь сочтет возможным и полезным для вашей семьи и девочку-принцессу. У меня вот Бог первый дал как раз дочку, и когда родился второй сын, мой отец, тесть-отец, рассказал фразу, которую я вспоминаю до сих пор. Сначала родили няньку, а потом уже ляльку. И вот глядя на их взаимодействие, я действительно убеждаюсь в том, что старшая дочка – это действительно уже нянька, любящая своих братьев двоих уже, слава Богу. Так вот, хотел бы сейчас, на самом деле, немножко еще больше узнать о вас, чтобы те, кто будет смотреть, имели представление, что в хозяйстве у вас есть, чем ты занимаешься, промышляешь, если можно так выразиться, довольно старинное слово – промысел, и что реализует твоя семья. Вот вы живете на земле. Для многих это разрыв шаблона. Как можно, не работая в офисе, прожить? Вот разорви шаблон до конца. Как можно прожить, не работая в офисе? Да, ну, значит, если время мало, по-быстренькому небольшая история, что мы семь лет назад перебрались из большого города Новосибирска в Леню, Алтайского края. То есть я как бы вернулся своим корням. Деревня, в которой жили мои дедушка и бабушка по маминой линии, моя мама там выросла. Значит, мы эту деревню восстанавливали, были там на каникулах и так далее. То есть это моя малая родина. Жена у меня. Вот я для чего это говорю? Чтобы это послужило, может быть, каким-то неким примером. Опять же, возвращаясь к тому, что если мы верующие, да даже есть пословицы, которые, они все-таки берут какой-то корень смысловой именно из Библии. Есть такая пословица «Куда иголка, туда и нитка». То есть перефразирую, что муж глава, значит, все, как бы жена идет за главой. Поэтому я предложил однажды жене поехать. Она меня поддержала, хотя она была, как я говорю, в доску городская. То есть она была квартирная абсолютно. Но я всегда для жены, говорю, подчеркивал тоже две составляющих. Ну, как бы две такие, не знаю, программы, что ли. Первое, что я не умею и не буду. А второе, что я буду учиться, стараться. И, естественно, супруга моя именно второму пути идет. Я ей помогаю, естественно, делаю скидку на то, что она городская и так далее. Она не умела ничего. Научилась доить козу, доить коз там, делать творог, делать сыр. Значит, это вот о том, что мы держим. У нас есть козы, значит, у нас есть свиньи. Со свиней мы мясом продаем свежим, а также делаю копченую свинину, колбасу, бролеров выращиваем. Тут вот два бычка у нас было. Что еще? Кур на яйца. Это вот все, что касается то, что у нас есть. Мы еще мед продаем, мед с наших полей. Пчеловод, у нас есть пчеловод, то есть не я пчеловод. Мы его мед продаем, сами им пользуемся, то есть едим его. Мы еще собираем, это то, что нам дает Бог и над чем мы не трудимся. Мы собираем грибы, мы собираем травы всякие, на чай делаем. Мы собираем, я собираю березовый сок, кленовый сок. Из березового сока, то есть мы просто морозим его и кленовый сок продаем. И также из березового сока делаю квасы. Вот на березовом соке тоже вот продаем. Ну, что еще? Ну да, вот это вот основные, пожалуй, моменты. Живем за счет хозяйства. Вот здесь почему ты говоришь разорвать шаблон, потому что... Продолжай, продолжай. У многих городских сразу возникает вопрос, а на что вы живете и как? Я просто жил в городе, я знаю, что на то время, когда я жил, если нет у тебя в кармане 100 рублей, ну а сейчас, наверное, 1000 рублей, ты как бы не выйдешь из квартиры. Что касается у меня в деревне, у меня нету денег, я живу вообще небе живая, как бы. То есть я не говорю, что мы совсем не пользуемся какими-то товарами, там, с магазинами и так далее. Нет, пользуемся, но пытаемся сводить их до минимума. И просто уже там возникает какая-то привычка, например, вот, например, мы сахар вообще не едим, ну в чистом виде, у нас есть мед, например. У нас большинство, некая часть еды, там, больше, не больше, не знаю, может, периодично как-то, а наше. Какое-то мясо, молоко, творог и плюс, и это все натуральное, вот, а это стоит, по факту, очень дорого. Ну, мы-то не задумываемся, мы просто живем и все. То есть, получается, в деревне то, что ты сэкономил, это ты заработал. Здесь твои, значит, как бы, ну в городе это был расход, а тут у тебя доход. Вот, тут как бы в деревне жить немножко по-другому совсем, ну, чем в городе. Вот, я даже не могу вернуться еще. Отсутствие расхода – это уже доход. Вот, это очень важно понимать. Конечно, для деревни это, кстати говоря, одно из, пожалуй, первых таких плюшечек, которые юный падаван, который переехал на землю, ощутит на себе отсутствие расхода, который является доходом. И, конечно же, это нужно понимать. У нас в чате есть наш брат Сергей Жигулин, он тоже живет на земле. И вот его супруга, сейчас в комментариях я хотел бы, наверное, пожалуй, зачитать, она пишет, чтобы жена Алексея, он пишет, тут моя жена просит, чтобы Алексей позвал свою жену, чтобы она рассказала, как проходит ее день. Я думаю, что нашего брата Сергея мы отправим лучше на канал Алексея. Вот в начале передачи он называл его, в конце мы попросим его еще раз озвучить. И, наверное, вот в рамках того канала можно будет то, о чем попросил Сергей, осуществить. Я думаю, это было бы интересно. Волей-неволей у зрителя, когда он слышит вот эти вот истории о деревнях, прекрасных семьях, которые с утра до ночи доят косы и кушают мед с молоком, возникает мысль, а там женщина, она хоть иногда разгибается, то есть она в 5 утра встает и в 4.30 утра ложится поспать. И вот этот миф своеобразный, его, конечно же, стоит развеивать и показывать иную сторону деревенской жизни. Не знаю, понятно, что можно и, наверное, есть категория людей, для которых реальный кайф, если можно таким грубым словом выразиться, но я надеюсь, оно, чтобы всю торжественность момента показать, реальный кайф – это, ну, лежать, ничего не делать, желательно у бассейна в тропиках и попивать пинаколаду. Возможно, кто-то находит в этом особое удовольствие, и как бы в этом и есть все счастье жизни. И, конечно, тогда будет разрывать шаблон, как это ты там работаешь, возишься с навозом, какие-то другие вещи, и в этом еще и радость находишь. Но человек, который действительно занимается хозяйством с любовью к хозяйству, с благодарностью Богу, с глубоким пониманием, он понимает, что вот эта вся, казалось бы, возня, очень такая трудоемкая, на самом деле приносит радость, приносит радость, удовольствие. И плоды рук твоих, они у тебя и на столе, и в холодильнике, и в других местах. Это, кстати, тоже поле для проповеди, ведь мы все живем в том, что дал нам Господь. Этот мир, тот самый сад, за которым человек обязан ухаживать, насаждать и взращивать. Вот Алексей тоже такое лирическое отступление себе немножко позволил. Нам надо завершать постепенно. И я от себя хочу тебя очень, брат, поблагодарить за то, что ты вышел с нами на связь, что мы так пообщались. Кстати, если Бог даст, совсем скоро на Духовном маяке выйдет интервью с Алексеем, которое он нам дал в рамках празднования фестиваля «Друзья общины». Поэтому ждите, скоро уже появится. Алексей, надеюсь, тоже ждет выхода этого интервью у нас с ним. И хотелось бы в конце, я всегда прошу гостя, сказать какое-то напутствие громкое слово, но я думаю, я его употреблю. Сказать напутствие, добрый совет всем тем, кто будет смотреть этот эфир, кто сейчас смотрит этот эфир. И такое, знаешь, христианское, семейное, братьям и сестрам послание. Да, значит, пожалуй, это будет неким дополнением сразу к тому, что ты сказал. Какое сегодня представление у людей, что деревня-то, работать надо. Ну, это правда так. Вот, это правда так. Но сегодняшние средства, некоторые, ну, помогают какую-то, значит, заменить какой-то автоматикой там и так далее. Ну, например, там, просто простой пример. У меня в сарайке поилки есть. То есть от бака там идут поилки. Мне уже не нужно каждый день с ведром поить кост. Они быстро, они сами пьют. У кур тоже есть поилки. Ну, это простой вот такой пример, что и там, как вы не устаете или вы там от этого кайф ловите. Да мы устаем. Мы устаем. И там, все ли вы успеваете? Да мы тоже ничего не успеваем. Как говорят, ну, есть такая шутка. А как ты все успеваешь? Я, я ничего не успеваю. Вот. Но, когда я жил в городе, когда я жил в городе, честно скажу, мне тяжело было от какого-то безделия. Ну, вот жил, у нас не было дома, то есть, когда вот уже семья у меня, да, появилась. То есть, мы жили на съемной квартире, а здесь у меня дела просто в очередь. Представляете, что я аж не успеваю. Я работаю, вот, и мне это больше нравится, чем вот это безделие какое-то. Физически в деревне я устаю, а в городе я уставал психологически. Это намного сложнее. Делюсь своим личным опытом. Меня через год где-то отпустило психологически от этого стресса и прессинга, который я ощущал в городе. Ну, там был бизнес какой-то, все эти переживания, все. Вот, честно, через год аж только. И когда я говорю, что в деревне ты будешь еще получать там закаты, рассветы, вот эти близкие звезды, вот эту золотую осень, да, ты не сможешь это покушать, ты этим как бы не сможешь прожить. Но это прекраснейшие дополнительные бонусы, которые тебя, ну, как сказать, тебе будут заряжать, давать тебе энергию, какие-то вдохновлять тебя как-то. Вот в городе этого, ну, кленю нету, чтобы тебе выехать на природу, это целое событие иногда вот у нас конкретно. То есть это целое событие, надо куда-то поехать там, заправить машину, куда-то что-то с собой взять, куда-то там, не знаю. Человек вышел из природы, Бог создал человека из земли. Вот поэтому мы его всегда будем тянуть к природу. Вот, то, что понятно, сегодня прогресс у нас такой там ригает по миру. Вот, но как бы все равно природу человека не обманешь. Поэтому ему хочется туда, на природу. И я для себя выбрал такой путь жизни. То есть если мы говорим про православный христианин, а спастись можно хоть где, да, там, в городе, там, или там, в деревне. Вот, ну, лично для себя мне в деревне проще спасаться и жить в том числе. Как бы мне проще вот, ну, я просто по себе так, мне вот так хочется. Я выбрал такой путь. Многие выбирают там городскую жизнь. Тоже, ну, неплохо. Пусть только вот для меня, как бы мне там тяжело в городе. Почему мы переехали? Потому что как-то вот я понял замкнутость вот этой системы. То есть заработал, заработал, потратил. То есть а где, как выход-то, куда, там, к чему стремиться, или как-то круговорот какой-то. Вот, вот это мне не понравилось. И как один мой знакомый говорил, я, говорит, здесь, говорит, туалет построил из досок. Вот, я вижу, что я что-то построил. Вот она, как говорится, ну, такой смешной пример, конечно, вот. Но он говорит, ну, вот оно есть, эта будка. Так что... Я согласен, для мужчины очень важно чувствовать созидаемое, что он в этом мире что-то созидает. Очень важно для мужского начала. Очень важно для мужского начала. Вот, для Сергея, значит, вот, который задает вопрос, покажите жену. Во-первых, я просто сейчас не дома. Я в купеческой поездке в Новосибирске, вот. И это очередная у меня поездка. Я сейчас вещаюсь в Новосибирске. И вот, если, да, Дима, с вашего позволения, еще раз напомню, у нас канал на Ютубе «Хозяйство Устиновых». Я всех приглашаю быть нашими друзьями. Подписывайтесь, давайте содружить вместе. Там вы можете посмотреть нашу жизнь, как она там готовит, как она там что-то делает. Ну, в общем, делиться каким-то опытом и так далее. Конкретное пожелание для всех, значит, как православный, как христианин, чем крепнуть в вере, опять же, идти к Богу, то есть быть с Богом, искать Его Божие, и воспитывать именно в этом ключей. Даже я, когда в массовых, я в первую очередь пишу Бога, чтобы детей крепил в вере и сделал их христианами. Не просто там, Господи, сделай их начальниками, пускай у них бизнес какой-то, они там инвесторами какие-то будут, будут там богатее. Нет. Это может привести к погибелью очередь, чтобы человек был христианином, а все остальное Бог по своему усмотрению приложит уже к нему. И если Бог посчитает нужным, Он его сделает инженером, не знаю кем, христианином, летчиком, и живую ему даст хорошую, то есть благословит его детьми и так далее. Да, например, да. Это неплохо, но это все как Бог усмотрен. Да, почему нет? Но это чтобы было все на Божье усмотрение. Поэтому, что касается мужчин, будьте лидерами, будьте мужественны. Я всегда это подчеркивал. Будьте мужественными, берите на себя ответ. Любите своих жен, семью, воспитывайте детей в страхе Божьем. Вот это очень важно. Дети, воспитанные во Христе. Спасибо, Господи, брат. Я очень рад, что наша беседа состоялась. Несмотря на все технические препятствия, которые могли возникнуть, я благодарю всех, кто смотрел. Еще раз приглашаю вас действительно познакомиться с каналом Алексея. Ссылка есть и в чате, она же будет ссылка в описании. И вообще, на самом деле, братья и сестры, нам, православным, надо объединяться. Нам надо знать, кто где находится, кто чем занимается и кто кому таким образом может и помочь, и подсказать, и поддержать. И на самом деле, если бы православные христиане давно поняли эту элементарную истину, проблем бы в жизни стало меньше. У всех нас, на самом деле. Благодарим вас. Сейчас, братья и сестры, уже будет начинаться молитва Акафистом воскресного дня, вечерними Акафистами. Призываем всех тех, кто на эту молитву встает, уже собираться, подходить, совершать все то, что вы совершаете перед молитвой. Не переключайтесь. Благодарим вас. С Богом. И до скорейших новых встреч. Всем ангела хранить. Субтитры создавал DimaTorzok